Радость от первой пятерки. Победа в Олимпиаде, лучшие друзья, любимый учитель. У каждого выпускника свои воспоминания о годах, проведенного в стенах IT-лицея Казанского федерального университета. 24 мая его выпускники попрощались с детством и вступили в новую взрослую жизнь. На торжественной части мероприятия приняли участие ректор Казанского федерального университета, директора институтов и многие другие. Не обошлось такое событие и без приятных новостей. Ректор Казанского федерального университета объявил, что два лицея КФУ вошли в топ-100 лучших школы России по конкурентоспособности выпускников. Четвертый ежегодный рейтинг лучших школы России РАИКС был представлен 23 мая в Москве. IT-лицей занял в рейтинге 32 место, а лицей имени Лобачевского – 56. Мы стали лучшими в республике и заняли 32 место в масштабе всей нашей огромной страны Российской Федерации. Это очень хороший результат, поскольку впервые за короткий период вы сделали очень такой хороший скачок, который, конечно же, стал возможным благодаря нашим совместным усилиям. Быть выпускником одного из лучших лицеев России весьма почетно. Покидая его стены, новоиспеченные выпускники желают своим друзьям-лицеистам не сдавать позиции и держать марку. Я, пожалуй, не беспокоиться, потому что IT-лицей – это, наверное, действительно лучшая школа республики. Она их подготовит ко взрослой жизни, проведет всю социализацию, идеально подготовит к экзаменам и к поступлениям в лучшую вузу страны. На самом деле, расставаться с лицеем очень грустно, потому что мы тут все седьмого класса, и мы уже за пять лет стали как одна большая семья. И расставаться непременно грустно. Приятно отметить, что последний звонок 2018 посетили и выпускники прошлых годов. И не только для того, чтобы поздравить ребят, но и дать старт новой традиции. Теперь с 24 мая этого года передойти лицей МКФУ будут высажены три рябины. От выпуска 2016, 2017 и 2018 годов. Новой принятой лицеем традиции будет придерживаться каждый последующий выпуск. Это нужно для того, чтобы лицисты и лицей помнил нас, как людей, которые здесь учились. Людей, которые здесь творили жизнь. Теперь ребят ждет взрослой жизнь с серьезными задачами на будущее. Сдать экзамен, поступить в университет. А после войти в интеллектуальную элиту в сфере IT не только для республики, но и для всей Российской Федерации. Однако, строя грандиозные планы на будущее, нельзя забывать о ближайшем важном мероприятии для каждого в выпускном вечере. Отель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин